Мега представляет. Этот человек умер и был похоронен в 1962 году. Спустя 18 лет он вернулся к своим родственникам. Все эти годы он не помнил, кто он и что с ним произошло. Он был живым мертвецом. Зомби. Это искусственная кома, управляемая кома. В начале 90-х годов украинское общество было шокировано деятельностью псевдорелигиозной организации «Белое братство». Это была настоящая фабрика по производству зомби, покорных исполнителей, марионеток, лишенных разума и воли. Вы знаете, я не сразу даже поняла, что с ним случилось. Дело в том, что мой сын неожиданно как-то превратился в совсем другого человека. Поселок Дмитрово на Донбассе. Соседка, вызвавшая милицию по подозрению, что ее сосед живодер, едва не лишилась рассудка, когда узнала, что на самом деле готовил он на своей поистине адской кухне. Случаи каннибализма рассматриваются очень редко. Зачастую такие дела либо закрываются из-за недостатка улик, либо придумывается какое-либо ложное объяснение, чтобы побыстрее закрыть это дело. Между героями этих историй, среди которых есть и преступники, и жертвы, есть нечто общее, нечто, что заставляет каждого из нас чувствовать ежедневную опасность. Потому что они – это не совсем люди. Они – это зомби, живущие рядом с нами, в одном мире и в одно время. Но каждый из них когда-то был одним из нас. Степан Вокотин умер два года назад. Родные успели оплакать его скоропостижную кончину и подготовить похороны. Но во время отпевания покойник вдруг начал ворочаться в гробу. По иронии судьбы, незамедлительно вызванная скорая помощь приехала к дому вместе с катафалком. Несколько дней Степан провел в реанимации, после чего его состояние было признано удовлетворительным. Впрочем, вскоре радость сменилась ужасом. Ожившие мертвецы, блуждающие по улицам разрушенных городов, обладают только одним инстинктом – они нуждаются в живой плоти. Множество фильмов, книг и компьютерных игр повествуют о печальном конце цивилизации – времени зомби. Казалось бы, в истории человечества существует немало более мрачных фантазий, но фантазии ли это? Или же часть реальности, которую мы упрямо игнорируем, так как не можем себе позволить принять тот факт, что зомби уже давно существуют рядом с нами? В принципе, так сказать, воздействие, контроль человеческого поведения, он был и тогда необходим. Он в какой-то степени необходим и сейчас, может, даже в большей степени. Кто такие зомби? Откуда они пришли в наш мир? Легко ли превратить человека в зомби? Что общего между гаитянским Вуду и киевским Белым Братством? Родина слова «зомби» – современный Бенин и Нигерия. Но люди услышали о живых мертвецах в начале 20 века, когда в Соединенных Штатах Америки были опубликованы первые репортажи и книги о традициях, культуре и верованиях острова Гаити. Гаитянские зомби мало чем напоминали персонажей современных фильмов ужасов. Это были покорные, безвольные существа. Идеальная и абсолютно бесплатная рабочая сила. На первый взгляд превращение человека в зомби сродни европейским мифам о вурдалаках и оборотнях. Только вот ничего сказочного в гаитянской магии нет. В отличие от всякой готической нечисти, слуги, зомби на протяжении многих десятилетий были у всех на виду. Фотография этого человека, сидящего у собственной могилы, обошла весь мир. Весной 1962 года гаитянин Клавдиус Нарцисс умер в больнице Порто-Прэнса. Свидетельство о его смерти было подписано двумя авторитетными докторами. Он был похоронен и считался мертвым долгие годы. Причина, по которой Нарцисса превратили в зомби, была отнюдь не мистической. Долгие годы он судился со своими родственниками по поводу принадлежащих его семье земельных участков. В конце концов, терпение братьев Клавдиуса лопнуло. И они решили проблему по-своему. Появляются, так сказать, разнообразные тайные союзы, которые практикуют различные гипнотические воздействия, психохимические воздействия, так сказать, на своих контрагентов. Для того, чтобы контролировать общество. Клавдиус Нарцисс вернулся домой спустя 18 лет. В полиции установили его личность. Никаких сомнений. Этот человек действительно вернулся с того света. Нарцисс рассказал, что все это время не помнил, кто он и что с ним произошло. Врач, он зафиксировал смерть. Температура человека, так сказать, который перед ним лежал, была температурой окружающего воздуха. То есть, там, 20 с чем-то градусов. Вот. Шаман, или, скажем, жрец, который готовился его оживить, значит, он очищался, принимал, так сказать, там, целую серию, так сказать, всяких упражнений, а потом взялся, так сказать. И вот в результате ритуальных плясок, так сказать, он зафиксировал сначала повышение температуры, потом, так сказать, появился пульс, и, наконец, человек, так сказать, пришел в себя. Впоследствии удалось установить, что Нарцисс был превращен в зомби местным брокером, колдуном Вуду, и оставался рабом на его плантациях, пока сам колдун оставался жив. История Клавдиуса Нарцисса – один из самых знаменитых и документально подтвержденных случаев превращения человека в зомби. На острове Гаити колдуны промышляли этим. Отделяя душу от тела, они создавали идеальных рабов. Происходило это путем насильного умерщвления человека. Через некоторое время бездушное тело оживляли. С этого момента человек становился идеальным инструментом в руках шамана. Эффект зомби, то, что мы называем зомби, это существо без сознания, не имеющее «я», не имеющее свободной воли. Гипноз же – это внушение и выполнение внушения. Киев, 10 ноября 1993 года. Участники секты «Белое братство» попытались захватить Софийский собор. Только благодаря вмешательству спецназа удалось избежать трагедии. При задержании у братьев были изъяты канистры с бензином, цепи и навесные замки. В результате масштабной милицейской операции по всей Украине было арестовано около 700 сектантов. Что же произошло на самом деле? Почему молодые люди в белых одеяниях, обычно распевающие религиозные песенки и собирающие милостыню практически во всех областных центрах страны, вдруг превратились в одержимых фанатиков, жаждущих смерти? Меня зовут Олег. В 92-м году я вступил в секту «Белое братство». Ну и поверьте мне, из тяжелого моего опыта, что выйти из тоталитарной секты фактически невозможно. Ну, у меня так получилось, что я вышел из них. В 1992-м году Олег был студентом-филологом. Жил с родителями, посещал секцию йоги. Именно на одном из занятий он познакомился с одним из братьев – вербовщиком. Спустя две недели Олег, ничего не объяснив родителям, ушел из дома, прихватив с собой все личные сбережения. Я попал в маленькую квартиру. Там было очень много молодых людей. Мы сутками напролет молились. Жили пробовать. Не досыпали, не доедали. Часто меняли места, даже не знали. Сами, где мы находимся, зарабатывали молитвами. Но они нам внушали, что наступит новая эра, что мы будем жить счастливо. И мы верили в это, что наступит эра, что нам будет всем хорошо, будет все прекрасно. Вот теперь только я понимаю, что со временем уже, что то, что они нам обещали, это все ложь и обман. Теперь я это понял. Основатель секты, кандидат наук Юрий Кривоногов. Еще с 80-х годов он изучал различные паранормальные явления, гипноз. Работал с препаратами, воздействующими на психику. Существует версия, что Кривоногов разрабатывал психотропные методы воздействия на людей по спецзаказу КГБ. В ориентировке для Интерпола сотрудники МВД Украины указывали, что Юрий Кривоногов в совершенстве знает психологию и владеет гипнозом. Способен нейтрализовывать волю человека, превратить его в послушного исполнителя. В СМИ до сих пор обсуждается версия, что на самом деле истоки Белого Братства засекречены в архивах бывшего Комитета Госбезопасности. Вера, а вера здесь ни при чем. И все эти оккультные дела, все это чушь. Нас пытались сделать рабами, чтобы мы постоянно подчинялись им. Нас заставляли писать характеристики под благовидным предлогом. Мы писали, мы же не знали, что мы делаем. А я считаю, что это можно сравнить как с какобычными методами. Из нас они просто делали рабов. Мы зарабатывали им деньги, им много денег. И не знали, что мы рабы. Миллионные тиражи листовок и брошюр Белого Братства, которые распространялись не только в Украине, но и во множестве городов России, Белоруссии, Казахстана, постоянные переезды как лидеров, так и рядовых активистов Братства из города в город, из страны в страну, все это требовало огромных средств. Да и роскошный особняк Кривоноговых в Киеве, обнесенный трехметровым собором с колючей проволокой, свидетельствовал о больших аппетитах создателей культа. Секта и ее руководители, в частности, как правило, полностью берут в оборот, как говорится, и личность человека, и его имущество, и его юридические права. Все-все-все замыкают на себе, и практически он становится как бы рабом секты. Поэтому вот такая секта, естественно, называется тоталитарной. Олегу повезло. Его сознание обрабатывалось сравнительно недолго. По крайней мере, после реабилитации он смог вернуться к нормальной жизни. Совсем по-другому сложилась судьба Алексея Осева, который попал в организацию в числе первых ее последователей. С моим сыном это произошло очень быстро. Он перестал реагировать на всех окружающих. Он практически был зомбирован. Я воспитала четким, хорошим мальчиком своего сына, но он совершенно меня не узнавал. Мне было очень больно смотреть, что происходит с моим сыном. Днепропетровск. Наши дни. Александр – бывший пастор в одной из современных реинкарнаций секты Белое Братство. На этот раз под названием Церковь Возрождения. Современные фабрики по производству зомби мало чем отличаются от сект 90-х. Разве тем, что стали более респектабельными, обзавелись охраной, большими помещениями в центре города. Я тебя предупреждаю, камеру убери. Но цель осталась та же – захватить вашу душу и залезть в ваш кошелек. Даже если я сейчас, в данную секунду, просто пришел посмотреть на шоу, у меня появится желание посмотреть на это еще раз, чтобы узнать, а кто же такой Иисус Господь? – Музыка вместе с словами, которые произносятся, они вводят в транс человека. В определенный транс. Это не совсем дипломос, а скорее просто влияние на подсознание. Секта – это место, где вы выберете только то, что вам предложат. Хотя вам будет казаться, что это исключительно ваш выбор. Александру в этой тщательно выстроенной пирамиде досталась роль пастыря – того, кто должен ежедневно промывать вам мозги и навсегда сделать любого попавшего сюда верным и послушным рабом секты. Человек, который становится пастором, он получает ряд знаний по самому обычному НЛП. Контакт с личностью, даже если их сто человек, тысяча человек, используются одни и те же методики. Вот, например, стандартный маятник при гипнозе, да? Вот пастор при молитве, он выполняет функцию маятника. Все молитвы монотонны. Постоянно используется фраза «Иисус твой Бог», «Иисус Господь», «Иисус Господь». Человек воспринимает это не сознанием, а на уровне подкорки. Здесь сделают все, чтобы ваше сознание уснуло, и вы готовы были беспрекословно выполнять чужую волю. Ваш сон приправят сладкими догмами, которые старательно будут ввинчиваться в вашу голову. Но иногда человеку удается пробудиться, и тогда он становится опасен. Здесь в Минпропетровске был пастор Сергей Януш. Замечательный человек, очень умный, ну, в прямом смысле интеллектуал, и реформист, который не хотел, чтобы деньги, которые платят Господу, уходили куда-то наверху. Он начал свои реформы. Он обрезал систему десятину. То есть каждый человек, который платит десятину, он мог увидеть, куда она уходит. У него это заняло ровно три месяца. Потом его пристрелили. Прямо в церкви, на молитве. Александр провел в секте несколько лет. Случай с убитым пастором отрезвил. Одному из немногих ему посчастливилось вырваться из секты безболезненно. Сейчас Саша практикует психологию и понимает, самое ценное, что есть у человека, это свобода выбора. Утратив ее, он навсегда теряет ключ к собственной душе. Трагическая история молодой супружеской пары Сергея и Анны. Это еще один результат воздействия тотального зомбирования. Несколько лет назад молодая жена Сергея, студентка консерватории, одна из лучших на курсе, внезапно бросает учебу и уходит в закрытую секту. Даже если я пойду за ней туда, то есть откажусь от этого мира и буду жить по их законам, я не получу ее как жену. Она не останется моей женой. Нас развезут по разным городам и все. И у каждого своя жизнь, и у каждого свое послушание, у каждого свой путь. То, что рассказывает Сергей, он знает не понаслышке. Чтобы спасти жену, он даже вступил в секту. То, что он там узнал, повергло в шок. Есть глава секты, отец Георгий, который считает, что все женщины общины, это все доступные ему для этого дела женщины. Ну, для сексуального общения. Понятное дело, что на всех у него сил не хватает, да? То есть он кого-то там, у него на тот момент было то ли четыре жены официальных, ну, официальных внутри церкви его. Сергей сразу понял, что его жена попала в сексуальное рабство. Уровень зомбирования был уже настолько велик, что вытащить Аню оттуда не смогли ни родственники, ни он. Анна и сейчас продолжает жить в трехкомнатной квартире, которая больше похожа на общежитие. Люди спят на полу и где только придется. Анну настолько страшит мир, что она безоговорочно отдала свою душу и тело в полное повиновение секте. Этот дед Георгий может сказать, вот молодой человек и молодая женщина, вот вы сегодня вместе, и все. И молодой человек получает право на эту женщину. Секты 90-х не исчезли, а методы управления человеком стали куда изощреннее. Стать жертвой зомбирования может каждый из нас, если на секунду отстранится от жизненных проблем и захочет переложить свои трудности на плечи новоявленных Буру. В начале 90-х Алексей был студентом-отличником. Интересовался религией и философией. В Белое Братство его привел искренний интерес к оккультным наукам, идеям Рериха, сочинениям Блаватской. Благо в туманном учении Братства было всего понемножку. Я знаю много таких похожих историй. Ну, они же не скажут тебе, идите к нам, мы вас зомбировать будем. В моем случае это, значит, получилось так, что мне предложили бесплатные курсы английского языка и повышение уровня духовной ценности, изучение Библии, познания. Ну, вот так получилось, что я, когда туда пришел, сначала было все хорошо, а потом все вышло из-под контроля. Значит, то, что они обещали, не получилось никак. Значит, выйти оттуда было очень сложно. Ну, уже так получилось, что я не мог выйти. Сегодня Олег, получивший впоследствии образование психолога, помогает жертвам тех или иных тоталитарных кодов обрести себя. Но далеко не всем пострадавшим он может оказать хоть какую-то помощь. В Белом Братстве не особо заботились о ритуальной стороне дела. Ритмические напивы под пальцевые тарелочки были позаимствованы у кришнаитов. Белые одеяния с красными крестами почти не отличались от облачения медсестер. Гораздо большее внимание уделялось режим, распорядку дня и питанию сектантов. Сокращение сна, жесткие посты, вплоть до голодовок. Многочасовые монотонные моления, вводящие в транс. Участники секты не оставляют его ни на минуту. Первый месяц, два, три. Есть даже определенный термин, который называется сэндвич. То есть вот есть неофит, которого привели в церковь, есть один член секты и другой член секты. И вот этот неофит, новый член, получается между двух сектантов. И у него нет ни минуты свободного времени для того, чтобы он поразмышлял, подумал, критически осмыслил какую-то ситуацию. Семья, прежние связи с миром. Все это становится ненужным, рушится. Всему подыскивается какая-то замена. Известны факты, когда даже дети сотрудников правоохранительных органов оказывались в секте. И хотя дело по деятельности Кривоногого и компании было возбуждено еще в 1992-м, никто не помешал организации стремительно развиваться. По оценкам экспертов, только в Украине функционировало более 30 филиалов секты, в которых состояло около 4 тысяч человек. Большинство из них в возрасте от 15 до 20 лет. Я не знаю, что они там могли подцепать в какой-то снадобье или каким-то гипонозом, но сознание изменилось полностью. То есть я не ощущал себя, что я человек. То есть я превратился в какого-то раба и делал то, что они мне говорили. Спустя две недели Елена случайно увидела своего сына в подземном переходе, собирающем пожертвования на строительство храма. Что за храм? Кто его строит? И где они все живут? Ей так и не удалось узнать. Алексей избегал общения с собственной матерью. Я встретила его с непонятными ребятами и пыталась его забрать, но он не пошел со мной. Он какой-то был чужой и совершенно не реагировал на то, что я его просила и молила и плакала. Он уже был совсем другой и чужой. После того, как лидеры Белого Братства оказались на скамье подсудимых, Алексей вернулся в семью, но уже глубоко больным и разрушенным человеком, не способным адекватно реагировать на действительность. И со временем состояние его не улучшилось. Однажды случился такой случай страшный. Я пришла домой и стала стучаться к сыну в комнату, но он мне не открывал двери. Я поняла, что что-то случилось страшное. Протившись к мужу, он вскрыл двери в комнату, и мы увидели в ужасе, что у моего сына окровавленные руки. Это случилось 24 ноября 1993 года. Членам секты внушили, что в этот день должен наступить конец света. Выйдя из тюрьмы, Мария Цвигун обвинила во всем своего бывшего мужа Юрия Кривоногова, который с тех пор получил титул Иуды. Алексей, участвовавший в захвате Софии Киевской, тоже был арестован милицией, но на следующий день отпущен. Но вместо того, чтобы отправиться домой, он попытался броситься под поезд на одном из железнодорожных переездов. К счастью, Алексей остался жив, если, конечно, это можно назвать жизнью. Я каждый день молю Бога, чтобы мой сын выздоровел, чтобы он вернулся ко мне, тем мальчикам, которые я воспитала и вырастила. Чтобы у него было все хорошо. И чтобы он увидел и услышал меня. Алексей не единственный человек, оказавшийся в психиатрической лечебнице после того, как из него сделали зомби. Но для многих это место было не финалом, но началом трагедии. В советские времена некоторые закрытые психбольницы были настоящими фабриками по производству зомби. Все, что происходит за этими стенами, как правило, не становится достоянием общественности. Так было всегда. И слово «лечение» здесь может значить что угодно. В то время попасть в подобное заведение было немудрено. Где-то что-то не то сказал, кто-то донес об этом куда следует. И все. Ты – пациент, и вполне возможно, что смелительные рубашки. Борьба с инакомыслием путем уничтожения личности была в свое время поставлена на широкую ногу. Попадая за эти стены, многие диссиденты, музыканты, писатели даже не догадывались, что их ждет куда более страшная участь, чем в тюрьме. Применявшиеся здесь методы терапии сегодня запрещены во всем мире. В этом заведении людей доводили просто до состояния зомби. Я много в этом насмотрелся. Мне тоже пришлось не сладко. Но я считаю, что мне в той ситуации помогло только чудо. В студенческие годы Николай был обвинен в буржуазном национализме за то, что распространял в своем кругу переписанные от руки сочинения Дмитрия Донцова. Его выгнали из университета, но спустя два года он снова был уличен в хранении нелегальной литературы. После отказа сотрудничать с органами судьба его была предрешена. В моей жизни и до, и после ничего подобного действительно не случалось. А тогда я реально услышал голос, который сказал мне «Ничего не бойся, твое время еще не настало. Терпи и ничего не бойся». Да, меня после этого продолжали колоть препаратами, но после того, как я услышал этот голос, это придало мне уверенность. Историю можно было бы считать обычной галлюцинацией, но факт в том, что сделать из него образцового зомби так и не удалось. Сегодня он, ведущий программист в одном из киевских НИИ, вполне успешный человек. Я не знаю ни одного химического вещества, которого, скажем, однажды, если вы его удосужились принять, вы не знаете даже о том, собственно говоря, что вас подпоили этим веществом, чтобы оно потом навсегда снизило вашу внушаемость. Это временное явление. Временное явление. В течение, скажем, нескольких часов вы можете действительно быть, как бы, ну, наблюдать себя со стороны. Вот. И ваша воля будет парализована. Дисфункция мозга, его структурные изменения, нарушение координации движений, развитие поздних психозов и другие зомби-симптомы, это билет в один конец. К тому же, медикаментозное уничтожение личности намного надежнее и проще, чем психоэнергетические технологии зомбирования. Но если вы думаете, что с падением советского строя подобные бесчеловечные опыты канули в лету, мы вынуждены вас разочаровать. Производство зомби не остановить, если это кому-то выгодно. Мы с вами даже не догадываемся, что сегодня происходит за стенами закрытых психиатрических клиник. В конце 2010 года в Новосоветском психоневрологическом интернате случилось ЧП. Погиб один из пациентов. Следствие установило, что он был убит санитаром за банальное неповиновение. Эта история получила большую огласку, как и сама проблема принудительного привлечения пациентов в психбольниц к работе на хозяйственных объектах, находящихся на территории лечебниц. Только вот по-настоящему жаловаться на подобную эксплуатацию некому. Зомби умеют молчать, как никто. Этих людей довели до состояния бессловесных рабов, которые выполняют любую работу, которую им прикажут. При этом не задают никаких лишних вопросов. Да даже если и задавать, все равно ничего не докажешь, потому что доктор всегда прав. А случись что, вплоть до того, что закопают на заднем дворе, и никто ни о чем не узнает. Превращение человека в зомби. Магия или наука? Что значит быть живым мертвецом? Как чувствует себя временно умерший? Для атеистов смерть – это конец. Для людей религиозных – начало новой жизни. Но что делать человеку, для которого смерть оказалась промежуточной остановкой между жизнью и небытием? Я пережила клиническую смерть. Многие говорят, что я изменилась. Сильно изменилась. Стала другой. Преподаватель английского языка Екатерина никогда не страдала хроническими заболеваниями, вела активный образ жизни, собиралась замуж. Однажды всем ее планам и надеждам суждено было вмиг обрушиться. Она потеряла сознание. А уже в машине скорой помощи ее сердце перестало биться. Доктора сказали, что если бы еще несколько минут я оставалась в таком состоянии, меня бы уже не было. Мнимая смерть – одна из довольно распространенных фобий. Этот страх преследовал в свое время Эдгара Алана По и Николая Гоголя. К концу 19 века в Европе образовалось некое подобие светской моды снабжать покойников хитроумными инженерными приспособлениями, при помощи которых они могли бы возвестить из могил, что умерли понарошку. Мы живы до тех пор, пока способны чувствовать боль и радость. Пока можем чего-то бояться и кого-то любить. Но существуют вещи, которые мы не способны почувствовать или понять. Например, каково это оставаться в живых, не осознавая, кто ты и что с тобой происходит. В начале 80-х годов канадский антрополог Уэйт Дэвис отправился на Гаити, чтобы расследовать историю зомбирования Клаудиуса Нарцисса. Он был уверен, что в ритуалах Вуду есть какая-то тайна, которая в большей степени имеет отношение к науке, чем к магии. В своей книге «Путь тьмы. Интибиология гаитянских зомби» ученый утверждает, что главный секрет ритуала зомбирования – это так называемый «порошок зомби». Его точный рецепт до сих пор неизвестен, но симптомы, вызванные его употреблением, напоминают клиническую смерть. Симптомы характерны прежде чем, что выключаются именно верхние надстройки, если можно так сравнить. То есть самые молодые, те, которые отвечают за мышление, память, поведение, то есть то, что именно делает человека как личность. Подобные случаи не редкость в практике реаниматологов, и коллекция историй про свет в конце тоннеля могла бы составить отдельную библиотеку мистического опыта. «Я видела себя лежащей на операционном столе, вокруг меня стояли врачи, я видела себя как будто с высоты, с небольшой высоты, четко различала предметы, цвета, слышала голоса врачей, потом как будто заснула и все, ничего больше не было». То состояние, которое пережила Екатерина, вполне можно вызвать искусственно. Колдуны Вуду уверяют, что под воздействием порошка зомби пульс и дыхание практически исчезают, мышцы затвердевают и поэтому даже опытные специалисты могут ошибочно констатировать смерть. При этом мозг жертвы подвергается необратимому разрушению, что вызывает полное уничтожение личности. Когда действие порошка ослабевает, зомби возвращается к жизни. А в дальнейшем эти пациенты наблюдаются, если у них возникают такие нарушения, они становятся проблемой для них либо у психиатра, либо у невропатолога. Современные исследования позволяют утверждать, что главный компонент порошка зомби – тетродотоксин. В практике Вуда его используют уже 400 лет, добывая из некоторых видов рыб и лягушек, распространенных в Карибском регионе. При этом наука узнала о существовании этого яда только в 1906 году, а синтезировать его удалось лишь в 1972-м. В медицине это вещество практически не применяется по причине повышенной ядовитости. Впрочем, яд рыбы фугу, в котором тетродотоксин содержится в большом количестве, в редких случаях применялся как мощное обезболивающее средство при лечении тяжелых форм проказы и неоперабельных формах опухолевых заболеваний. Что отличает нас от зомби? Как защитить себя от ежедневного зомбирования? Создание зомби-вируса сколько нам еще осталось? Нас с вами зомбируют каждый день на протяжении всей нашей жизни. Телевидение, реклама и политики все они нуждаются только в одном нашей покорности, подчинении, лояльности, готовности выполнить любую программу, не понимая того, что этот выбор нам навязан путем того или иного воздействия. Так чем же мы с вами отличаемся от зомби? И где-то последняя грань, за которой начнется настоящий зомби-апокалипсис? Гипноз один из древнейших и часто применяющихся способов воздействия на человека. Достаточно одного слова, движения, знака, и наше сознание переходит под контроль другого человека. Если мы можем заставить человека слушать то, что мы хотим, мы можем заставить его и говорить то, что мы хотим. Если он будет говорить то, что мы хотим, он будет вести себя так, как мы хотим. Если он будет вести себя так, как мы хотим, он будет верить в то, во что мы хотим. Существование прочной связи между гипнотизером и человеком в состоянии транса сегодня не вызывает никаких сомнений. Как и тот факт, что людей, полностью невосприимчивых к подобному воздействию, практически не существует. То есть эффект зомби, то, что мы называем зомби, это существо без сознания, не имеющее я, не имеющее свободной воли. Гипноз же – это внушение и выполнение внушения. Но нужно понимать, что любой человек в состоянии сопротивляться внушению. И по сути, я вам сейчас скажу такой продукт, гипноза не существует. Безусловно, гипноз – один из важнейших элементов зомбирования, распространённых в практике тоталитарных культов, где подобные сеансы могут продолжаться практически круглосуточно. Исследователи из Университета Женевы установили, что гипноз вызывает значительные изменения в работе префронтальных и переэтальных областей мозга, ответственных за внимание, а также функциональных связях моторной двигательной коры с другими отделами мозга. Массовое самоубийство в Джорджтауне до сих пор остаётся самой мрачной, безумной страницей в истории деструктивных культов. 18 ноября 1978 года покончили жизнь самоубийством 909 членов религиозной секты Храм Народов, возглавляемой проповедником Джеймсом Джонсом. При этом сектанты вовсе не готовились к этому событию. Им никто не говорил о приближении апокалипсиса. Более того, существует немало свидетельств, что жители Джорджтауна не испытывали никаких тягот или лишений. Согласно одной из версий, Джеймс Джонс не был обычным религиозным фанатиком, а работал в одной из секретных программ ЦИРУ по изучению гипнотических возможностей контроля над сознанием. Не только у нас, это не только спецслужбы Украины, это спецслужбы всего мира и какие-то военные подразделения. То, что обычный человек в обычных условиях не сделает, скажем, обидит человека, убит человека, при определенных условиях сотрудник спецслужб обязан это сделать. Но он это делает осознанно, абсолютно осознанно. Цивилизация-зомби – один из наиболее распространенных социальных ужасов нашего времени. Мы не знаем, откуда ждать опасности, но чувствуем, что она существует. А причиной зомби-апокалипсиса может быть и обычный вирус. А почему нет? Кто сказал, что его не существует? Зомби-вирус уже существует? О каких тайнах Чернобыльской зоны отчуждения СМИ предпочитают молчать? Зомби – как еще один результат радиационной мутации? На снимках, сделанных Дмитрием Свириным 13 марта 2012 года, мы видим только смутную тень. Кто это? Человек или животное? Судя по тому, как это существо расправилось с волком, вряд ли можно предположить, что это был кто-либо из поселенцев, либо таких же сталкеров, как Дмитрий. В Чернобыльскую зону я хожу уже не первый год. Посещаю в основном самые интересные места, такие как Чернобыль-2, это секретный объект в Советском Союзе был, ну и сам город Припять. Тогда Дмитрий пришел к выводу, что с ним сыграло злую шутку собственное воображение. Он уже не раз испытывал во время своих экспедиций странные чувства, будто кто-то следит за ним или наблюдает со стороны. Однажды мы сидели на крыше 16-этажки с напарником, встречали закат, и услышали какие-то звуки, и начали искать, откуда они идут. Ну, звуки, видимо, были издалека и очень похожи на щелчки затвора фотоаппарата. Но кто их издавал, мы так и не нашли. Чернобыльская зона до сих пор остается загадочной и зловещей территорией. Несмотря на то, что создатели фильмов ужасов и компьютерных игр давно заселили ее всевозможными монстрами, здесь больше принято бояться людей. Должен сказать, что монстры и мутанты живут только в воображении фантастов, ну и тех людей, которые им верят. В реальности никаких мутантов, ну, лично я там не видел, а вот из научных работ, которые я читал, там, да, исследовали появление мутаций. Так кого же видел Дмитрий? И какова вероятность того, что это действительно мог быть не дикий зверь? Пожалуй, это один из тех вопросов, на которые здравомыслящему человеку иногда не хочется отвечать. Что это? Роковое стечение обстоятельств, которому не стоит придавать большого значения? Или же малая часть большой проблемы, о которой мы пока мало что знаем? В сезонные периоды, когда происходят возможные вспышки бешенства, были единичные случаи, вот, там, в УВО, ну, самый известный случай – это у Волка, который просто вышел к самой Чернобыльской АЭС, ну, и там его не сразу застрелили. Вирус бешенства вызывает необратимое разрушение нервной системы, специфическое воспаление головного мозга, и на стадии появления симптомов эта болезнь остается неизлечимой. Вирус бешенства у человека, как правило, не вызывает, вот, агрессию, а наоборот, вызывает подавление жизненно важных функций в результате поражения мозга. Все вирусы подвержены мутациям, и не только вследствие естественных причин. Соединяя генетический материал разных вирусов, ученые уже сегодня могут создать то, что еще вчера считалось плодом воображения – зомби-вирус. Атипичная пневмония, свиной грипп. Что дальше? Можем ли мы быть уверены в том, что инфекция, вызывающая поражение мозга, судороги, неконтролируемую агрессию и распространяющуюся со скоростью ОРЗ, еще не создана? И это последний шаг на пути к цивилизации зомби, в том виде, как это было предсказано тысячи лет назад. Воскрешение мертвых – фантастика или реальность? Генетические зомби – кто они? И возможно ли получить ген каннибализма в наследство? В последние годы рынок всевозможной зомби-литературы постоянно меняется. Комиксы и билетристику медленно, но верно вытесняют специальные работы, инструкции по выживанию, исследования в смежных областях. Существует немало научных версий, объясняющих механизм превращения человека в зомби. Среди них – воздействие радиации, нейрогенезис, мозговые паразиты и множество других, но лишь одна причина всецело объясняет мерзкую страсть зомби поглощению живой плоти. К сожалению, в этом тоже нет никакой фантастики. Племя Фора, населяющее высокогорные районы Новой Гвинеи, в начале 20 века было поражено странным вирусом, который сами аборигены назвали «смеющейся смертью». Сегодня это периодное заболевание известно как болезнь Куру. Она превращает мозг в губчатую массу и прежде всего поражает те участки мозга, которые контролируют тело движения человека. Впервые болезнь была описана в 1957 году. Болезнь Куру не получила распространение исключительно благодаря изолированности от внешнего мира носителей инфекции. Исследования Карлтона Гайдучика доказали, что болезнь распространялась исключительно через ритуальный каннибализм. А инкубационный период заболевания в отдельных случаях продолжался несколько десятилетий. Социальные катаклизмы, экономические кризисы, глобальные экологические проблемы – все это вызывает в современном человеке инстинктивное желание сделать мир проще. Вернуться к ритуальному сознанию, ритуальной памяти. Только вот мало кто понимает, какие опасные сюрпризы она все еще хранит. Если вы все еще считаете, что это голливудская сказка, просто включите новости. Телевидение сегодня – вовсе не безопасная игрушка. По своим внушающим свойствам, оно ничем не уступает хорошим гипнотизерам или гипнотическим сессиям. И действует массово и систематично. Пенсионерка Марина Александровна собиралась готовить ужин. Ее сосед, безработный Василий, чья квартира расположена этажом ниже, уже несколько дней не выходил из дома. Все это время Марину Александровну донимала сильная вонь, доносившаяся из его квартиры. За время работы в органах мне приходилось сталкиваться с случаями каннибализма. Но эта информация придерживается и не допускается в прессу. Женщина, не раздумывая, вызвала милицию. У нее и раньше бывали конфликты с соседом. Но она и предположить не могла, насколько ужасная правда откроется всему поселку. Случаи каннибализма рассматриваются очень редко. Зачастую такие дела либо закрываются из-за недостатка улик, либо придумывается какое-либо ложное объяснение, чтобы побыстрее закрыть это дело. Соседу Марине Александровне, если суд признает его вменяемым, грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство. Статьи за каннибализм в Уголовном кодексе попросту нет. Зигмунд Фрейд был прав. То, что мы рисуем в воображении, позже обязательно встречается в реальной жизни. Управляйте своим сознанием и ни на секунду не теряйте собственного «я». Ведь единственное противоядие от зомбирования – это вы сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова